Приветствую всех фанатов вселенной Warhammer. Ну что, новинки, новинки, новиночки. И начнем мы с Age of Sigmar. Все по расписанию, ведь вчерашний день Warhammer Fest Online был посвящен именно этой вселенной, именно этому сеттингу Warhammer Age of Sigmar. Посмотрим на фэнтезийные миниатюры, благо подписчики попросили прокомментировать. И думаю, что на этой неделе мы новинки будем комментировать очень часто, поскольку этот Warhammer Fest растянется на всю неделю, что очень здорово. И вчерашние миниатюры для Age of Sigmar меня, ну, признаюсь, порадовали, что очень клево. Порадовали не только меня, но и моих подписчиков, так что давайте их пообсуждаем миниатюрой. Благо, в общем-то, люди попросили, что я и делаю. Это живое включение, поэтому за какие-то сбивки, оговорки, эканье-оканье и прочее, прошу простить. Поехали. Итак, первый день, Age of Sigmar, новые крутые, клевые миниатюры. Поехали. Здесь, собственно, Крагнос. Завершатель империй. Ну да, если можно перевести, конечно, перевод неправильный, более шуточный. Убийца драконов. В общем-то, если говорить проще, это новая здоровущая крича для всей фракции Destruction, как здесь написано. Последний выживший представитель древней расы Крагнос. Вообще, я думал, его отнесут, честно, к Сильванетам по профилю. Ну, вот именно когда показали силуэт данной миниатюры, я думал, что да, он будет у Сильванетов. Что это переиздание знаменитого героя Вудов, Вудельфс, который еще был в Warhammer Fantasy Battles. Но нет, это новый персонаж для фракции Destruction, здоровущая миниатюра. Там, если посмотреть... Ну, если посмотреть видео, да, как бы, как он выглядит на фоне других миниатюр, просто какое-то гигантище. Ну, честно, у меня... Я даже немножко удивился, почему его отнесли к Дистракту. Я-то думал, что его отнесут либо к Вудам, ну, они же Сильванетов и Джо Сигмор, либо к Бестменам. Вот для Бестов это просто прям идеальная миниатюра. У них же были, к тому же, еще в Fantasy Battles эти Дрэгон Огры. Что, чувак, думал, ну, мало ли, может, как-то по силуэту похож. Но нет, отнесли к Дистракту. И теперь, как я понимаю, все фракции Дистракта могут брать эту миньку. Она прикольная, да. Я не спорю, она прикольная, но лично для меня она, в общем, пролетает мимо, потому что в Age of Sigmar я ничего из Дистракта не собираю. У меня нет ни одной фракции Дистракта. У меня есть либо Хаос, либо... Господи, как же они, Ордер. Дистракта ни одной нет. Ну, да ладно, это не важно. Давайте просто полюбуемся на миньку. Она здорова, шикарно, красива. Наверное, будет стоить вообще как чугунный мост. И слава богу, что можно ее покупать. Потому что, честно говоря, тратиться на нее я не хотел. Благо, мы еще не знаем, что покажут в течение этой недели, в дальнейших выпусках Warhammer Online, да? Warhammer Fest Online. Посмотрим. Ну, у него тут его характеристики, они какие-то безумные. Вот его отдельный, если не Battle Tomic, а книжечка про Крагноса. Ну, фанаты Дистракшена будут рады. Им дали крутую, новую, мощную миниатюрку. И нам показывают, в общем-то, миньки из дополнения для Age of Sigmar. Вообще, все ванговали третью редакцию Age of Sigmar, но что-то как-то не задалось, пока нет ее, не анонсировали. О, ну, миньки из этого выпуска просто огнище. Что Краг, который наконец-таки вернулся. Главная жаба Warhammer, контейзийного Warhammer вновь будет царствовать на полях сражения. Это здорово. Что Сланы Шицкие, вот эти сестрички красавицы. Что Сельмонетский дудец. Ой. Красота, красота. А, вот, кстати, собственно, эта картинка. Ну, посмотрите, он прям, даже по сравнению с Ограми, которые тоже, ребята, немаленькие. Вот Тролль, вот Гаргант. Ну, посмотрите, насколько. Вот эта-то миниатюра, она на самом деле... А, нет, я вру, почему у меня нет ни одной... Наврал я вам, почему у меня нет ни одной фракции из Дистракта. У меня Огры есть, точно. Это Огры, это же моя первая армия в Warhammer Fantasy Battles. Блин, вот обманул вас. Все равно я его брать не буду, он слишком дорогущий. Потому что, почему еще не стоит его брать? Вы посмотрите, какие миньки будут дальше у вампов. Вот, честно, на какой-то момент выпуск новой фракции вампиров меня что-то так немножко насторожил по минькам, потому что, ну, я ожидал немножко другого. Я ожидал прям таких каких-то безумных либо вампиров-аристократов, либо, да, либо уход такой в сторону более венгерской тематики. Ну, вы понимаете, да? Там Влад Цепиш и все дела. Но ГВ наносит ответный удар, и показанные миньки вампов меня просто разбили, мое сердце. Вот сейчас сами все увидите. Великолепные миниатюры. Я даже не знаю, честно, что говорить, как еще более рассыпаться в комплиментах, но они просто прекрасны. Ну, вот, может быть, за исключением, кроме вот этого. Не очень он мне понравился, но это как бы альтернативная сборка вот этой красавицы. Лаука Ваи. Матери Кошмаров. Вот такая вот у нас Матерь Кошмаров. Весьма притягательная леди. Я, правда, не знаю, как перевозить и транспортировать, потому что вот это все будет, наверное, настолько хрупким, что страшно представить. Но, тем не менее, это просто превосходные миниатюры. Класс. А Радукар в Бист, это, скорее всего, такая проапгрейженная, брутальная и более злобная версия, как я понимаю, Радукара из Кёрт Сити. Вот такой вот чувак. Но, честно, по красу и по этим зеленым элементам брони и, скажем, самой позе миниатюры, он мне почему-то напомнил, если кто знал, была такая... Ну, и, наверное, сейчас есть. Я просто последний раз как-то с ней сталкивался там много лет назад. Хордос. И там был Circle of Orboros, по-моему, фракции. И там были вот такие... Я уж не знаю, как... Типа оборотни или просто варгульфов. Вот такие чуваки. Мне почему-то чем-то напомнило миниатюры. То есть, системы вообще совершенно другой игровой. Но Минька классная. Не настолько прикольная, как вот Лау Кавай. Да, вот эта вот красавица наша. И не настолько, если честно, прикольная, как базовая Рудукара из The Kurtz City. Мне как-то больше понравился. Но весьма достойная, да. Тут нам его показывают. Ой, такой прям... И Беладамма Волга. Волга. Это... Ну... Как... В общем, Боярни Морозова. Вархаммер... Вархаммер Айджов Сигмор. Первая из рода. Вуркас. Такая... Трансильванская тематика. Очень здорово. Вот если бы они вот чуть больше, как бы, по дизайну в этом направлении бы ушли, и я бы прям вообще пособрал бы не задумываясь, потому что это такой вампирский аналог Катарины из Кислева. Ну, здорово, здорово. Я, кстати, очень надеюсь, что на этой неделе покажут Old World. Хоть немножко его хоть дизернут. Но вот эта минька прям огненная. Даже можно было... Не знаю, если вампов не собирать, взять ее на полочку, хорошо покрасить. Ну да, где я, где хорошо покрасить, конечно. Да. Ну ладно, не будем о грустном. Благо минька чумовая. Костюм. Как бы... Даже сама концепция миниатюры просто на твердую пятерку по пятибалльной шкале. И, соответственно, ну как минимум на 9,5 по десятибалльной. И вот эти две красавицы, это просто топовые миньки, показанные в этом фестонлайн. Здорово. Ну и, кстати, ожидаемо, в общем-то, обновленный Dire Wolves, потому что в предыдущем там уже, по-моему, лет 18-15, где-то так, миниатюрами, если да какие, наверное, даже больше. Вот. Они вначале были в базовых коробках, еще древних, там еще на квадратных подставках для Warhammer Fantasy Battles. Потом их перепаковали на круглый, там были FineCast. В общем, какой... Все прекрасно понимали, что волков обновят. Ну и, собственно, вот. Ну, как бы стандартные волчки, ничего такого. Но прикольные, прикольные. Мне нравятся. Так, сейчас посмотрим. Ну, вот это только так себе, если честно. Вот эти хороши. Ну, за исключением это, это не самая, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, не самая удачная модель в этом паке. А вот, собственно, и сама картиночка. Ну, здорово, здорово. Хотя, опять же, я... Если бы они сделали чуть больше вот этой тематики, прям... Здорово. Здорово. Ну и тут... Очередная мобильная, скорее всего, как Энди Гриндилг, Сол Арена, но мы, в общем-то, обсуждаем миниатюры. Первый день недельного FEST Online показал себя на твердую пятерку, я считаю. Миниатюры крутые. Некоторые из них превосходные. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось такое быстрое, живое включение. До новых встреч. А встречаться на этой неделе мы будем часто, ибо почти... Ибо каждый день будут выходить новости. Ну, обсуждать будем только миниатюры. Я думаю, что какие-то такие ответвления, видеоанимации и прочего, ну... Не знаю, если у меня будет желание, обсудим. Но в основном по минькам будем бегать. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.